В Екатеринбурге прошел мультитурнир «Золотой тигр». В силовом троеборе чемпионкой стала наша гостья Татьяна Чичкина. Четыре года назад Татьяна этим видом спорта заниматься не собиралась. Просто пришла в тренажерный зал, чтобы сбросить вес после родов. В итоге не только потеряла несколько килограммов веса, но и стала мастером спорта меньше, чем за один год занятий. А позже защитила звание международного мастера спорта. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях чемпионка мира по силовому троеборью Татьяна Чичкина. Здравствуйте! Поздравляем с победой! Спасибо! В первую очередь расскажите, что же такое силовое троеборье? Силовое троеборье – это пауэрлифтинг. В него заключают три дисциплины. Это приседания, жим штанги и тяга. Для вас что самое сложное из этих упражнений? Приседания. Я думаю, оно для всех сложное. Вот я смотрю, сидит передо мной такая элегантная девушка. И не скажешь совсем, что силовое троеборье. Какой самый большой вес поднимали? Если брать приседания, это 130 килограмм, жим 90 и тяга 140. А вот говорите, что приседания самые тяжелые, а самый большой вес именно на приседании брали. Как так? Ну, так получилось. Расскажите, почему вы решили однажды заняться этим, ну, на первый взгляд, не женским видом спорта? Ну, получилось так, что я пришла в спортзал, решила привезти фигуру после беременности. Решили попробовать, и как-то все пошло-поехало. Получалось, что результаты идут. И мне всегда нравилось быть, ну, как в мужской компании, да, будем говорить, что не мужская работа, а не мужской. Доказать, ну, может быть, для себя. Да, что мы можем быть тоже сильными. Как, кстати, к вашей семье отнеслись вот к такому выбору, что не фигурное катание, там, не аэробика, не гимнастика, а именно силовые тренировки? Ну, поначалу были против, а потом поняли, что, как бы, смысла нету мне что-то запрещать такого, что это мне нравится, этим я живу, не знаю, говорю, я счастлива. И поэтому просто поддержали меня в этом. А сколько тренировались, как долго тренировались, прежде чем поехать на первые соревнования и показать уже класс? Ну, получилось, что я начала где-то месяц, наверное, месяца два я тренировалась. Мы начинали не с силового, да, троеборья, а именно с отдельного движения жима лежа. Решили попробовать, получилось, и решили попробовать уже дальше пойти. И уже через месяцев девять я собрала мастер спорта, через год мастер спорта международного класса, там пошли мировые рекорды, и там пошло-поехало. Ну, смотрите, вот, допустим, обычно такая бытовая ситуация, нужно донести тяжелые сумки, там, мешок картошки до дома, обычно мужчины просят, да, вот в вашей семье как? Танюх, ну-ка давай, мешок картошки донести. Ну, что есть мужчина? Все-таки я, если я занимаюсь таким, можно сказать, неженским спортом, я хочу оставаться женственной. То есть дома совсем другая, да? Да, да. А что касается соревнований, что здесь самое главное, как победить своих соперников? Все-таки это только физическая подготовка, либо есть какие-то, может, психологические приемы? Ну, в первую очередь нужно подготовить себя, победить свой страх, потому что это все эмоционально, все у нас в голове. На самом деле мы можем намного больше, чем мы думаем. Главное, правильно себя настроить. А как правильно себя настроить? Ну, я себя настраиваю так, что я не хочу быть второй, я не хочу быть третьей, я хочу быть только первой. Ну, все ведь хотят быть первым. Все-таки что нужно, чтобы сбодриться, прийти в норму? Может быть, поддержка близких, либо наоборот, как-то поругать себя? В моем случае меня надо поругать. Меня нужно как следует настроить, где-то прикрикнуть. А для кого-то, наоборот, надо утешить, похвалить. Это все индивидуально для каждого. Хорошо, о силовом троеборе говорим мы сегодня. Обязательно продолжим эту тему, но сразу после того, как посмотрим новости. Как сбросить вес и стать чемпионкой мира по силовому троеборью? Это знает наша сегодняшняя гостья Татьяна Чечкина. Силовым троеборьем занимается четвертый год. В зал пришла привести в порядок фигуру. В итоге стала чемпионкой и рекордсменкой. Так, на прошедшем в Екатеринбурге мультитурнире она установила новый мировой рекорд по приседаниям. Сейчас Татьяна работает тренером в фитнес-клубе «Воспитывая дочку». Говорит, что на работе предпочитает быть сильной, а дома слабой. А я напомню, что сегодня у нас в гостях чемпионка мира по силовому троеборью Татьяна Чечкина. Чемпионка мира. Поэтому переоделись и готовы даже показать несколько таких силовых приемов, силовых упражнений, да, разминки. С чего начнем? Мы начнем, наверное, с самого легкого. Покажем вам упражнение на руки. Итак. Итак, берем, как бы называем нашу гантелью, и удобно располагаем ее в руке и начинаем сгибание вверх. Сгибаем вверх и опускаем медленно вниз, не до конца разгибая, чтобы не нагрузить мышцы локтя. Можно также сделать упражнение на плечи. Также берем удобно. Лучше упражнение выполнять стоя. Смотрите, рука у нас находится в исходном положении, она у нас вытянута. Начинаем ее вытягивать в сторону, и включаются мышцы плеча. Вот в таком положении. Опять же, опускаем медленно, чтобы больше нагрузить мышцы. Можно парочку упражнений показать стоя. А вот еще скажите про эти упражнения. Сколько подходов нужно по сколько раз выполнять? Опять же, начинаем мы с разминки, чтобы предварительно разогреть мышцы, чтобы не получить никаких травм. А потом уже можно взять рабочий вес и где-то повторение на 12-4 подхода. То есть 12 раз подряд, перерыв, и вот так 4 раза. Что ж, с руками все понятно. Есть у нас еще, как говорится, один. Да, есть у нас еще. Блин, одна гантель. Давайте я вот этого уберу. А вас тогда попрошу встать. Давайте. Покажу упражнения, как многие упражнения ягодичной мышцы и ноги, что очень хотят девушки в основном. Само их непонятно. Берем блинчик. Сколько тоже килограмм? Блинчик весит 10 килограмм. Также можно начать с маленьких весов и потом продолжить уже с более высоких. Приседания. Всеми любимые. И мною, как было выше сказано. Ставим ноги на ширине плеч. Вытягиваем, блин, перед собой. Также будут задействованы мышцы рук, плеч. Вытягиваем и начинаем приседать. Обязательно следим за осанкой, чтобы спина была ровная, чтобы не получить никакой травмы. Все. И начинаем медленно садиться и резко встаем. Опять же следим за коленями, чтобы не получить травмы. Потому что безопасность превыше всего. А как следить за ними? Следить надо так, чтобы колени не уходили за носки. Давайте еще раз. При этом начинаем прогиб поясницы, спина у нас постоянно напряжена. И садимся. Колени у нас начинаем движение с таза. Колени не уходят. Можно встать боком, чтобы это все проследить. Вытягиваем руки. Опять же, для начинающих можно размяться без веса, без какого-либо, чтобы понять технику упражнения. А потом вес уже для более опытных. Вот оно движение. Спина при этом ровная. Также можно оформить наши ягодичные мышцы. Это выпады. То же самое. Следим за коленями, чтобы они не уходили вперед. Начинаем шагать вперед. При этом стопа не отрывается у нас от пола. Шагаем. Отрываемся. И сразу идет другая нога. Также можно просто поставить ногу и на месте. Что легче? Все-таки шагать или... А это без разницы, что легче. Давайте еще раз повторим, чтобы для тех, кто вдруг отвлекся ненадолго... Так, давайте повторим. Можно без блина повторить, чтобы видно было технику всего упражнения. Давайте, да. Я встаю боком, чтобы вам было понятно, как оно было. Руки можно без за головой, чтобы понять, да? Спина ровная. И начинаем движение стаза. Садимся и встаем. Пятки также у нас не отрываются. Выпады. Начинаем шагать вперед. Руки на поясе. Сначала одна нога. В исходное положение. Потом вторая нога. И сколько раз так? Также повторение надо на 12, на 15. Четыре подхода. 12 раз и 4 это. Спасибо большое. Запомним. Вот по утрам будете делать такую разминку? И будут у вас такие же накачанные мышцы, как у Татьяны? Давайте, Татьяна, покажите. Сравни. Вот то ли дело у Татьяны, то ли дело у меня. Вообще ничего. Тоже, наверное, в зал скоро пойду. Татьяна, что касается прошедших соревнований. Стали чемпионкой мира. Как вы уже сказали, это самые яркие были соревнования. Что же там было такого яркого? Что больше всего запомнилось? И кто главные конкурентки? Главные конкурентки у нас были тоже девочки из Новосибирска. Мы боролись за первое место. Самое яркое было то, что у нас была дружная команда. Мы все себя поддерживали. Очень боялись. А как же дух соперничества? Он всегда. Он будет присутствовать всегда. Это даже помогает. Потому что, когда есть с кем побороться, всегда появляются откуда-то силы непонятные. А когда выступаешь один, нет конкуренции, уже не так интересно выступать. Что касается прошедших соревнований, вот сильная все-таки конкуренция была? Либо вы легко обошли своих конкурентов? Я легко обошла своих конкурентов. Но, я же еще раз повторяю, они были. Потому что последних соревнований их не было. Не было неинтересно. То есть у нас так мало девушек занимается? Девушек много занимается, но конкуренции, я именно говорю, нет. Ну, с каждым годом все больше и больше девчонок приходит в этот спорт. Им нравится. Ну, мало кто остается. Потому что, ну, не знаю, не выдерживают или что. А как проходят сами соревнования? Вот вы пришли, выполнили три подряд этих упражнений, и все свободно? Получается, сначала до, наверное, сутки до соревнований проходит взвешивание, чтобы определить, в какой весовой категории будете. И на следующий день приходят на соревнования, получается, начинается с приседания, там дается три попытки. И надо выполнить. И каждую сумму, получается, ну, заявляешь сумму больше. Потом уже идет жим и тяга, и общая сумма собирается, и выявляется чемпионом. А вот эти всевозможные диеты, запреты, они есть в этом виде спорта? Нет. То есть можно есть все, что хочешь? Ну, опять же, смотря в какую весовую категорию хочешь войти. Кому-то нужно, наоборот, покушать, кому-то и помучаться маленько, похудеть. А мне вот интересно отношение мужчин в спортзале к вам. Вот тренируетесь наверняка тоже вместе. Как мужчина относится к тому, что вот девушка такая силачка? Ну, кто давно уже меня знает, как бы они уже привыкли к этому. А кто новые приходят, они просто удивляются, как так столько много. А что бы вы порекомендовали тем девушкам, которые только хотят прийти в этот спорт? Вот с чего нужно начинать? Главное – это желание, терпение. В этом спорте нужно терпение, характер очень нужен. Без него никуда, потому что надо идти, то побеждать, побеждать, а не просто так. Если именно в спорт, не просто, да, в зал позаниматься, а именно в спорт, то нужно желание победить. А для чего тогда терпение? Казалось бы, тренируешься и тренируешься. А бывают неудачные попытки, неудачные соревнования, и бывает желание любой пропадает. У меня было два раза неудачно, и как-то я… Наоборот, это закаляет, хочется не допустить этих же ошибок и дальше стремиться к этому. И это намного не дает расслабиться в этом спорте. А как вам удалось собраться? Вот говорите, что были такие неудачные попытки. Как удалось? Потому что я не хочу повторить эти же ощущения неприятных, потому что я хочу быть первой. А какая теперь, так скажем, цель? Цель у меня… Чемпионкой мира стали. У меня остался один норматив, как бы у меня есть мастер спорта международного класса, у меня осталось элиту собрать. И все равно уже есть какие-то мировые рекорды, которые нужно побить. Что ж, тогда пожелаем вам мировых рекордов, и будем надеяться еще не раз увидим вас в нашей студии. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была чемпионка мира по силовому трейборю Татьяна Чечкина. Удачи! Спасибо. Спасибо.